Клава Республики В Республике зарегистрировано 331 ДТП. Какие еще дополнительные меры инспекторы решили принять, чтобы уменьшить автоаварии на дорогах? В рамках празднования Дня Матери глава Республики по традиции наградил многодетных матерей нашей Республики почетным знаком материнская слава за достойное воспитание пяти и более детей. А также были отмечены семьи, в которых есть те, кто сейчас защищает нашу родину в зоне СВО. Мамам вручили ценные подарки и букеты цветов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов тепло поздравил собравшихся. Пожелал всем счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой. Большие дружные семьи, где растет здоровое поколение, залог единства народов и гарантия процветания нашей Родины. Каждая мама достойна самого глубокого уважения, ведь вы отдаете все силы для того, чтобы вырастить достойных людей, воспитываете будущее нашей Республики и нашей страны. Дорогие мамы, примите слова благодарности, любви и уважения. В торжественном зале было празднично, волнительно и трогательно. Для приглашенных мам играла живая музыка. С чередой награждений выступили артисты с проникновенными песнями о маме. Не молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало, Бог храни тебя. Мария Ганченко – мама многодетной семьи из поселка Орджоникидзовский. Мария рассказала, что быть многодетной мамой ей не сложно, а уже привычно. За 17 лет совместной жизни Сергея Ганченко у них пять сыновей, без которых свою жизнь они не представляют. Мария поблагодарила главу нашей Республики за достойную награду и за оказанную помощь. Я получила медаль, материнская слава, так как у меня пятеро детей. Да, все было очень красиво оформлено. Благодарим за оказанное внимание, за оказанную поддержку нашего главы, темрезого Рашида Бориспиевича. Всем здоровья, мирного неба над головой, всех благ, процветания. На протяжении всего мероприятия звучали добрые и теплые поздравления мамам. Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды. Мама у меня самая добрая и самая красивая. Она понимает в любой момент и может поддержать словами и действиями. Поздравляю с праздником, с Днем Матери и Своей Матери. Я ее люблю очень и желаю ей счастья и здоровья. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В преддверии Дня Матери в исполкоме партии «Единая Россия» Карачаева-Черкесии состоялось торжественное мероприятие – встреча с мамой бойца СВО Алима Семенова. Участие в ней приняли руководство регионального исполкома, волонтеры и молодогвардейцы. Смотрите подробности. Вот уже на протяжении четырех лет активисты волонтерского центра «Единой России» приходят на помощь каждому, кто в ней нуждается. Помогали в период пандемии, а сейчас оказывают помощь участникам спецоперации. Некоторые из них отправились добровольно на СВО, где продолжают доказывать самоотверженность и отзывчивость. Один из них – Алин Мухсеменов. Поделился Руслан Джамбаев. Он также поблагодарил его маму Светлану Михайловну за достойное воспитание сына. Человек, который смелый, он во всем будет смелый. Поэтому после двух волн, я как знаю, он пошел, призвался в армию. Потом после срочной службы подписал контракт, был в Сирии. Теперь третий контракт, он в зоне СВО, достойно выполняет свой долг. Является примером для наших молодогвардейцев, наших волонтеров. Это и примером не только для них, а примером для многих жителей нашей республики. Еще с детства Алим рос послушным мальчишкой. Хорошо учился, был активным и приносил домой грамоты и благодарности. И сейчас он радует маму достойными наградами. Его мечтой было стать военным, и сейчас он близок к своей цели. Поэтому без капли сомнений отправился на СВО. Поступить по-другому он не мог, рассказала Светлана Михайловна. Она также поблагодарила партийцев, которые продолжают совершать благородные и добрые поступки. Маме военнослужащего передали благодарственные письма от партии и молодой гвардии и вручили букет цветов. Сначала было, да, немножко как-то жутковато, страшно. А потом я такое решительное решение приняла, что хотела вообще сама пойти туда. На что мне сын сказал, нет, мам, я же мужчина, я защищаю. Когда он возвращается, вот приезжал в отпуск, вот тогда да, я плакала вот на взрыв. Вот слезы радости. И хочу, чтобы все вот мамочки, которые там вот находятся, чтобы они не плакали. Они вот на расстоянии помогали душу и сердце. В знак благодарности и уважения первый заместитель спикера парламента Карачаева-Черкесии Дагир Смакуев через молодогвардейцев передал фрукты и овощи Светлане Михайловне. Она, в свою очередь, поблагодарила всех за поздравления и подарки. И пожелала военнослужащим скорейшего возвращения домой. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым посетила обновленную школу Аула Кубина после капитального ремонта, чтобы лично проверить качество питания учащихся и оценить, насколько дети довольны рационом. Из чего состоял обед и всем ли он понравился, расскажет Альбина Куроченова-Кенжева. Когда ребенок начинает ходить в школу, требования к его питанию меняются. Ведь у школьников довольно большие психологические и умственные нагрузки. Кроме того, многие дети посещают спортивные секции. При этом организм продолжает активно расти. Поэтому к вопросам питания ребенка школьного возраста всегда следует уделять достаточно внимания. Пока шли съемки сюжета, мы заметили, как дети с неподдельным интересом и в предвкушении заглядывают в столовую, предугадывая по ароматам, что же будет на обед. Сегодня в меню наваристый борщ на первое, а на второе – любимое блюдо всех школьников – воздушное пюре с куриной котлетой, плюс салатик, компот и фрукты. В столовой на самом деле очень хорошо кормят, тут все вкусно. Особенно я люблю куриные котлеты, а на первое – борщ. Тут вкусно кормят. В рацион школьника необходимо включать в меню белковую пищу, мясные продукты, творог, молоко, яйца, а также жиры и углеводы. Еда должна быть многообразной, насыщенной витаминами и микроэлементами, сбалансированной по составу. Родители сегодня тоже присутствовали в качестве экспертов школьного питания. Руководство школы всегда в тесном взаимодействии с родителями учащихся и часто приглашают в школу на различные мероприятия. И сама попробовала очень вкусные блюда и первое, и второе. Ребенок, как я сегодня уже говорила, приходит домой, даже просит приготовить блюдо, как в школьной столовой. Любимое блюдо моей дочери – это борщ, это куриные котлеты и салатики. А фрукты она ест все с большим удовольствием. Подытоживая школьный гастрономический экскурс, рабочая группа осталась довольной качеством школьного питания и здоровым румяцем на щеках у ребятишек. Напомню, что такие рабочие группы были созданы во всех субъектах Российской Федерации по поручению президента, которое он дал, для того, чтобы оценивать как ход капитального ремонта и оснащение образовательных организаций, так и организации самого питания. В этом году нам поставили задачу для контроля качества питания не только за вкусовым, не только, вернее, за тем, насколько разнообразно меню, нравится ли оно детям, но и лично попробовать, убедиться в том, что продукты вкусные, приготовленная еда вкусная. Дети с удовольствием уплетали, съели все, что им приносили, отзывы и от детей, и от родительского комитета, только самые лучшие. Депутат говорит, что такие визиты рабочих групп будут по республике очень часто, но без предварительного анонса, чтобы создать эффект неожиданности. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. За 10 месяцев 2023 года на территории республики зарегистрировано 331 дорожно-транспортное происшествие. Что стало причиной и какую профилактическую работу проводят сотрудники автоинспекции, Альбини Ламковой рассказал начальник отдела Дорожно-патрульной службы управления ГИБДД МВД Покорачева-Черкесии Биаслан Семенов. Жизнь и здоровье граждан всегда в приоритете. Именно поэтому ведется постоянная и серьезная профилактическая работа по предотвращению дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на то, что каждое конкретное ДТП представляет собой случайное явление, статистический анализ большого объема информации позволяет находить общие закономерности их возникновения, учитывая показатели аналогичного периода. Так, за последние 10 месяцев 2023 года на территории республики зарегистрировано 331 ДТП. В 2022 году было 373, это у нас уже идет снижение. В которых погибло 55 человек, в 2022 году получило 67. Это идет с минусом у нас на снижение, так как эффективность увеличивается. При получении ранения различной степени тяжести 405 человек, в 2022 году 494. Основными видами происшествия являются столкновения 137, в 2022 году 156 было. Съезд с дороги часто допускается, особенно как похолодало. Исследование причин, обстоятельств и условий совершения дорожно-транспортных происшествий играет огромную роль для разработки мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. Любой ДТП – это во всех случаях лишь следствие, которое имеет свои причины. Основное – нарушение водителями правил дорожного движения. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части – 75 фактов. Нарушение скоростного режима – 58. Несоблюдение очередности проезда перекрестков – 51. Выезд на встречную полосу движения, в том числе в местах, где это запрещено – 39. Управление автотранспортными средствами в нестрезвом состоянии – 25. Неправильный выбор дистанции – 20 фактов. Несоблюдение бокового интервала – 17. Нарушение правил проезда пешеходов – 15. Помогают фиксировать нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения в радиусе нескольких километров беспилотные летательные аппараты. Квадрокоптеры используют на территории региона на постоянной основе. Еще стоит отметить, что от ответственного поведения водителей на дороге зависит жизнь окружающих, сказал Биаслан Семенов. Из вышеперечисленных наиболее опасным правонарушением остается управление транспортным средством в состоянии опьянения. Руководство Министерства внутренних дел принято решение о усилении несения службы с привлечением других служб Министерства внутренних дел. Это, получается, у нас участковые полномоченные, оперативные сотрудники, разбавляем наряд госавтоинспекции с различными службами. Сплошные массовые проверки водителей на предмет наличия у них признаков опьянения, регулярные рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц в состоянии опьянения. Еще одним из участников дорожно-транспортного происшествия часто становится животное, как дикое, так и домашнее. Оно на дорогах нередки гость. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, проблема нахождения бесхозных животных вдоль проезжей части на сегодняшний день остается нерешенным. Большее количество дорожно-транспортных происшествий на территории Карачаева и Черкесской республики имеет место быть Зеленчуковский район, Карачаевский район, Адыгехабльский район, Хабетский район. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение предупреждения владельцев, собственников животных. Внимательность к друг другу и взаимоуважение способны снизить количество ДТП, отметил Беаслан Семенов. Уважаемые жители и гости Карачаева и Черкесской республики, бедительная просьба соблюдать правила дорожного движения, учитывая погодные и метеорологические условия. Не забывайте, что вас дома ждут. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. В региональном отделении партии «Единая Россия» отметили 18-летие молодой гвардии. К этому так называемому совершеннолетию молодежного движения было приурочено торжественное мероприятие с участием активистов-воспитанников образовательных коллективов Карачаева-Черкесии. Многие из ребят постоянно задействованы в волонтерских акциях. Во время пандемии они помогали экстренным службам и сотрудникам органов соцзащиты населения. Сначала специальные военные операции привлекаются к сбору и отправке грузов помощи и поддержки. Около 50 активистов были отмечены грамотами и благодарностями от Депутатского регионального корпуса и Республиканского отделения «Единой России». Начинала я свою деятельность с обычного волонтера. В процессе нашей работы мы занимались культурно-массовыми мероприятиями, развлекательными мероприятиями для деток, для нашего старшего поколения. Проводили много квестов, много мероприятий. За эти три года мы с ребятами очень подружились. Многие ребята оказались отзывчивыми. Они готовы помогать, никогда не отказывают. Очень добрые, доброжелательные ребята. В открытом доступе заработало новое приложение ГИЗа ЖКХ Госуслуги Дом. Теперь предоставить данные по всем приборам учета и оплачивать счета по ЖКХ, направлять заявки в управляющую организацию, контролировать их исполнение и оперативно получать обратную связь, информацию по капремонту, проводить собрание собственников онлайн, контролировать ежегодную отчетность управляющей организации, и узнавать новости о планах работах и аварийных ситуациях в доме в режиме реального времени можно через смартфон. Если ответ управляющей организации и собственника не удовлетворит, то в приложении можно направить обращение в органы государственного жилищного надзора. Для каждой темы заявки предусмотрен индивидуальный срок ответа согласно требованиям законодательства от 1 до 30 дней. В ближайшее время вот это новое приложение должно завоевать в сердца жителей нашей республики, потому что приложение очень удобное, все жители буквально несколькими кликами могут его скачать и очень просто передавать все свои показания, оплачивать счета и все, что связано с их домом, следить, отслеживать управляющую компанию, ну и так далее. А сейчас время интервью. Сегодня речь пойдет о работе Карачева-Черкесского филиала Всероссийского фонда «Защитники Отечества». С его руководителем Маратом Абазалиевым встретилась Ольга Савенко. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.